США обсуждает с Украиной совместную разработку газовых месторождений в Украине. Об этом заявил журналистом заместитель министра энергетики США Дэвид Турк. Цитирую, у Украины, разумеется, есть запасы газа. Мы ведем некоторые продуктивные дискуссии на двустороннем уровне по поводу разработки этих ресурсов, заявил господин Турк. Правильно ли я понимаю, что речь идет преимущественно о сланцевом газе в Украине? Как много его есть у Украины? Насколько вообще перспективен этот проект совместного партнерства, сотрудничества США и Украины в газовой сфере? Нет, сразу давайте поставим точку в отношении сланцевых залежей газа и нефти на украинской земле. Не нужно на это рассчитывать. Как и во всей остальной Европе, это сделать невозможно. Я напомню, как поляки, уж много лет подряд носились, на всех конференциях показывали образцы керна из скважины, который был слегка смазан там нефтью и якобы оттуда сочился газ. Но сделать это в европейских условиях невозможно. Для того, чтобы добывать сланцевый нефть, сланцевый газ, нужно огромную территорию покрыть сетью скважин, вышек, которые будут торчать там, где вы по системе недропользования и вообще землепользования сможете все это разместить. Это раз. Второе. То есть должны быть огромные незаселенные территории, да? Да, должны быть какие-то вот прерии буквально, саванны или где-то совершенно никому не нужны. С прериями в Украине напряженка. А второе, это система недропользования. Если в Соединенных Штатах Америки у вас есть небольшой участок земли, и все ресурсы до центра земли принадлежат вам, вот под вашим участком, то в Европе в основном законодательство позволяет вам там редиску выращивать, это вот ваша земля. А то, что там внизу, это уже вам не принадлежит. Вот система владения землей, участочкой, вы пролетите на самолете над Европой, посмотрите на эти поля, которые принадлежат частным владельцам, небольшие. И как вы на них будете размещать вот эту огромную сеть скважин. Это первое. Второе. Да, Украина, ну, она способна сейчас даже добывать, ну, чуть меньше 20 миллиардов кубометров газа в год, покрывая какую-то часть своих потребностей. И я просто хочу допомнить, что каждый год в Киеве осенью проходил, и опять, по-моему, в этом году будет проходить газовый форум, международный газовый форум. Я там, кстати, в организационном комитете даже состою. И каждый раз на этом форуме иностранные инвесторы обращали внимание на то, что они могут работать в Украине и добывать там газ, но не из каких-то мифических сланцевых месторождений, а там, где этот газ уже, например, в Полтавской области добывается. Использованием передовых технологий по интенсификации добычи можно с тех же самых месторождений, на тех же промыслах резко увеличить объем добычи. И цитировались расчеты, вполне реальные расчеты, которые говорили, что примерно лет через семь, вот с начала таких работ, Украина может не только полностью обеспечить себя газом, но она может стать экспортером газа для соседних европейских стран. Я посмотрел на все эти расчеты. Я думаю, что это вполне реалистично. Единственное, что, когда вот украинские эксперты говорили, что мы за 4-5 лет способны это сделать, иностранцы говорили обычно, да, вот все было бы хорошо, но это может даже и 10 лет продлиться, если не дольше. Можно это сделать, да. То, что сейчас вот появляется новый интерес каких-то американских инвесторов к таким проектам, это можно только приветствовать, потому что потенциал для добычи газа, для увеличения добычи газа у украинцев есть. Причем при этом, по-моему, заместитель министра энергетики американский сказал, что этот газ все-таки будет для внутренних нужд Украины, но теоретически при интенсификации этого процесса возможно, что Украина будет, например, поставлять газ в Европу, правильно? Совершенно верно. И, собственно, американские инвесторы на это и рассчитывают, да? Да, конечно. У Украины замечательный потенциал для этого есть. У них самые крупные в Европе подземные хранилища газа, которые можно использовать и для накопления, интегрировать в энергосистему Европы и использовать для, ну, как буферное хранилище и в сезонных скачках спроса, и просто для каких-то коммерческих целей. То есть у Украины потенциал, вот интегрирование в энергосети, в газовую инфраструктуру Европы, он огромный потенциал. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео, и спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Хатарковский лайф. Это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Можете также отправить ссылку на это видео в социальные сети своим друзьям, знакомым, родственникам или коллегам. Спасибо, что с нами.